Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Новосибирск Новосибирск Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Курс на участие во всех целевых программах, четкое исполнение распоряжений и ответственное отношение к работе. Маранапа Сергей Сергеев провел очередное планерное совещание и напомнил руководителям управления и служб золотое правило успешной работы – контроль должен быть постоянным. Первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая обозначила – принятие на сессии генплана – начало большой работы. За две недели предстоит определить границы и поставить на кадастровый учет земли населенных пунктов. Далее – разработать и утвердить правила землепользования и застройки. Также Светлана Яровая доложила – задача, поставленная главой города, по оборудованию аншлагов на улицах курорта выполняется. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина считалась о средствах, поступивших в городской бюджет, о планах расходов и необходимости экономии. И параллельно проведите мониторинг исполнения показательных критерий оценки выполнения программы. Специалисты налоговой службы за неделю подготовят списки должников по налоговым платежам. До конца года руководители городских управлений должны отчитаться об освоении средств, выделенных в рамках краевых программ. Раньше Анапа участвовала в 17 из 24 существующих краевых программ. За этот год удалось добиться, чтобы работы велись уже по 23 программам. Маранапа Сергей Сергеев распорядился, что анапчане должны участвовать во всех. Обсудили и проблемную тему. Грязь от большегрузов, выезжающих со строек, нередко становится причиной аварии на перекрестках. И город выглядит неопрятно, когда на улицах и дорогах, даже в сухую погоду, грязь побочный эффект несоблюдения правил застройщиками в городе. Они обязаны на выезде со строек устанавливать мойки для колес большегрузов. В районе 20 часов залежал по журчатке из Краснодара, крестьянская плама переходит в парковую. Вот как ехал, как ехал, так вот все и оставило по дороге. Когда мы наведем порядок, почему же ДХ должно с метлой ходить? А у вас 4 сотрудника, о которых вы сказали, в 6 часов давно же уходить должны. Почему так? В администрации проведено совещание. Контролирующие органы и ответственные службы напомнили всем застройщикам правила строительства. Никакой грязи, обязательная мойка колес большегрузов, транспортировка грузов с осторожностью и патентами. Анапа город курортный, грязь на дорогах недопустима. И суммы штрафов солидные. До 800 тысяч рублей на юридическое лицо. Легче и дешевле соблюдать правила. Строительство садика на Субсевском шоссе на ежедневном контроле у властей города. Рабочие планерки, на которых ставятся задачи, проверяются. Сроки исполнения проходят здесь даже по субботам. Вице-мэр Светлана Яровая традиционно проверила, как идут работы. И в очередной раз уточнила, чем власти города могут помочь, чтобы новый детский сад сдали в эксплуатацию вовремя. Задача властей города и самих жителей создать добрососедские отношения между представителями всех национальностей и культур. На эту тему состоялась научно-практическая региональная конференция. В обсуждении вопроса межнациональных отношений принял участие мэр Анапы Сергей Сергеев. Основное резюме конференции Анапа как многонациональный город должна бережно хранить мир и воспитывать культурные отношения к представителям всех народов. И в рамках конференции в фойе городского театра открылось несколько разноплановых художественных выставок, широко представляющих национальный колорит Кубани и Анапы. Дисциплина, порядок и управление. В Анапе прошел ежегодный казачий сбор. Атаманы казачьих общества читались о проведенной работе за год. Вице-губернатор Краснодарского края, атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда отметил работу казаков, высоко оценил порядок в городе, призвал казачьи общества жить и работать по совести. Казак должно звучать гордо. Казаки единогласно приняли вопросы и порядок обсуждения повестки дня. Собравшихся, приветствовал мэр Анапы Сергей Сергеев, подчеркнул важность работы казаков в подготовке призывников, военно-патриотической подготовке молодежи. Сегодня невозможно представить профилактическую работу в сфере трудовой миграции без их участия. Власти Анапы, в свою очередь, поддерживают районные казачьи общества, дружины. На ближайшие три года на финансирование работы казаков на курорте выделено 55 миллионов рублей. Также на сборе отчитались от Совета стариков-казаков и о работе казачьих судов за 2013 год. Обсудили проблемы и планы казачества. О сепаратизме некоторых казачьих обществ и стремлении через митинги решать свои проблемы, категорично и по деловому жестко выступил вице-губернатор Кубани, атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда, сорвав громогласное Любо. Казачье общество в городе должно быть одно, и только так. Есть атаманы районного казачьего общества, которые и должны заниматься решением всех вопросов. Также вице-губернатор отметил и порядок в городе. Усилиями всех ответственных служб город-курорт выглядит даже межсезоннее, как должен выглядеть курортный южный город. На ежегодном казачьем сборе представили новых участников контрольно-ревизионной комиссии. Кандидатуру одобрили и приняли единогласно. В завершении сбора отметили работу лучших казаков нагрудным знаком, крестом за заслуги перед кубанским казачеством. Наградили главу города-курорта Сергея Сергеева и депутата ЗСК Николая Иванюшкина. Это был обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Кем быть и как не растеряться в поиске профессии. Ярмарка учебных мест прошла в Центре культуры Родина. Стать мамой накануне Дня матери. С двойным праздником молодых мам поздравили в Анапском роддоме. Молодежь Анапы против наркотиков. Флешмоб собрал на театральной площади десятки сторонников здорового образа жизни. С праздником мамы. Выходные в России отметят День матери. Индикативный план социально-экономического развития с 2014 года по 2016. На очередной 56-й сессии Совета обсудили проведение публичных слушаний по проектам. Депутаты рассмотрели пять вопросов повестки сессии. Заместитель главы Анапы Яна Дуплякина доложила на 5 декабря 2013 года назначенные публичные слушания по проектам индикативного плана социально-экономического развития бюджета муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов. Проекты и порядок их обсуждения будут опубликованы в общественно-политической газете «Анапско-Черноморье». В 2014 году планируется формирование оборота базовых отраслей экономики около 59 млрд. рублей. Темп роста в сравнении с ожидаемым уровнем 2013 года – 110%. Увеличение показателя планируется за счет роста оборота отрасли реального сектора экономики. В 2014 году планируется привлечение инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций. Среднегодовая численность постоянного населения Анапы в 2014 году составит, по прогнозам, 166 тысяч человек, на 2,5% превысив ожидаемую численность 2013 года. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, будет сокращаться и в будущем году составит 550 человек. В период до 2016 года планируется достижение показателей социально-экономического развития муниципального образования, значительно превышающих уровень 2012 года. Комментируя работу сессии, глава города Сергей Сергеев обратил внимание на необходимость еще более жесткой дисциплины в финансовом плане среди своих подчиненных. У меня 6 человек работали, да, рукава закатали, но работали эффективнее, без МУ. Управление капитального строительства, женщина руководит, до сих пор там. Здесь 19 человек не могут умадать, но уже их осталось 6. Мною принято решение, я сократил и это управление, и управление транспортом, МУ я имею в виду. Транспортное управление осталось из 4 человек, а муниципальное учреждение, которое вот здесь нашла в Бауме, поднимало и закрывало, его с 1 января нет. Уважаемые коллеги, если я принимаю кадровое решение, попрошу вас с пониманием относиться к этим вопросам. У меня принципы совершенно другие, мне личное преданное, профессионализм и доброе отношение к людям. И мне будет жалко, если кто-то понесет ответственность персонально за нецелевое использование бюджетных средств. Депутаты Совета выразили полное согласие с выбранным мэром курсом по ожесточению дисциплины среди муниципальных служащих. Индикативный план на 2014 год позволит повысить уровень жизни анапчан, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность курорта, увеличить доходную базу муниципального бюджета. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа, Регион. Кем быть? Специалисты Центра занятости в Анапе провели ярмарку учебных мест для подростков. Выбор профессии, путевка в жизнь. В Центре культуры Родины побывала и наша съемочная группа. О том, какие специальности предлагают получить в высших и средних учебных заведениях, расскажем прямо сейчас. Представители учебных заведений среднего и высшего профессионального образования провели день открытых дверей в Центре культуры Родина. Рассказали о профессиях и специальностях, о порядке подачи документов и зачисления на курсы обучения. Самые востребованные профессии сегодня рабочие. Кубань – край, лидирующий по количеству строек. Требуются строители, инженеры, мастера внешней и внутренней отделки помещений и зданий. На курорте всегда нужны медработники и учителя. Высшее образование не гарант высокой зарплаты. Больше зарабатывают как раз специалисты со средним профессиональным образованием. В цене, как и всегда, опыт и мастерство. Гости ярмарки подростки прошли компьютерное тестирование и по результатам получили консультацию психолога. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. 4 декабря на Кубани отметят День матери-казачки. По инициативе Управления по делам семьи и детей в Каминном зале Центра культуры Родины прошел вечер, посвященный мамам и бабушкам, ставшими опекунами и приемными родителями. Главные гости – конечно же мамы. На этот вечер были приглашены 9 семей, где образцово занимаются воспитанием детей. Теплые слова приветствия высказали люди в форме. Говорили о том, насколько легче служилось, потому что дома их всегда ждали мамы и жены. Я, как офицер, благодарю женщинам, которые обеспечили нам крепкий, сильный тыл, без которого не было бы победы. Важно всегда помнить о том, что мама – это не только ячейка семьи, общество, но это мама в жизни. Ветераны военной службы вручили грамоты детям-победителям конкурса под названием «Лучший маме на свете». Конкурс проводился по трем номинациям – «Лучший фотосюжет о маме», «Я рисую маму» и «Букет для мамы». Дети вышли за наградами, конечно же, с виновницами торжества – мамами и бабушками, которым они и посвятили свои конкурсные работы. Живым и теплым вечер в Каминном зале сделали самодеятельные артисты. Выступили солисты танцевальных коллективов «Альянс», «Конфетти», вокальной студии «Каскад». В подарок каждой семье, приглашенной на этот вечер, устроители преподнесли торт для того, чтобы праздник продолжался дома. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-Регион. Последнее воскресенье ноября в России – День матери. В честь праздника мы подготовили серию сюжетов о мамах. В гостях у семьи Новиковых побывала Лариса Басова. Татьяна Александровна Новикова – жена военного. Они с мужем Геннадием Владимировичем переезжали из части в часть практически каждые 10 лет. И последним местом проживания стал Крымск, где они взяли на воспитание 5 лет назад пятерых детей. Родные две дочери выросли, имеют своих детей. А Татьяна и Геннадий не смогли пройти мимо чужого горя, видеть обездоленных, голодных ребятишек. Долго мы не думали, мы сразу взяли детей. Муж был у друзей в Мелитополе, когда он приехал. Я говорю, пойдем посмотрим детишек. Он говорит, а что на них смотреть, надо их брать и воспитывать. Вот так вот мы взяли детей. Трагедия в Крымске не миновала семью Новиковых. Их дом стоял в 10 метрах от берега бушевавшей реки. Пришли в негодность игрушки и вещи. Утонули компьютеры и диски с фотографиями. Семья перебралась в Анапу. Теперь обживается здесь практически с нуля. Один плюс от пережитого потрясения в результате наводнения. Не говорившая ни слова до того времени младшая пятилетняя Диана вдруг начала болтать безумолку. Старшей приемной дочери Ангелине 16. Она будет отличной хозяйкой, считает Татьяна Александровна. Как сложатся судьбы других детей Анжелы, Руслана, Дениса пока неизвестно. Но они научились мечтать и загадывать на будущее. Я хочу стать кондитером. Там очень вкусно готовят и очень красиво. И детям. Она уже всем говорит водитель. Только мальчик. Я хочу быть механикой, потому что люблю инструменты и разбирать что-нибудь. Строитель. Приемные родители стараются передать детям все, что знают и умеют сами. Вечером, когда все свободны от уроков и домашних дел, начинается рукоделие. Мальчики с Геннадием Владимировичем моделируют танки. Мама Татьяна Александровна раскрывает детям секреты бисероплетения. Березки и даже кофейные деревья украшают новый дом. Вы так же сказали отдать детей? Нет. Нет, тоже наши. Ну, конечно, уже какая-то, но уже идет отдача. Пока есть на свете женщины, любящие, заботливые мамы, хранительницы семейного очага, жизнь на земле продолжается. Лариса Басова, Артем Зибров, Анапа. Регион. Накануне Дня матери из Анапского роддома выписали у малышей с мамами. Этот торжественный день мамам запомнится надолго. Честовали их накануне Дня матери с особым почетом. Подробности далее. Четыре мальчика и две девочки сегодня уедут из роддома домой. Встречали новорожденных целыми семьями. Первым в праздничный день из роддома выписали Михаила Скорикова. От имени администрации муниципального образования город Форт-Анапа, от имени главы города Сергея Павловича Сергеева, от имени отрасли нашей здравоохранения и всех сотрудников здравоохранения. Мы желаем вашему малышу крепкого здоровья, счастья, с его приходом в вашу семью, мир, благополучие, радость. Пусть будет каждый день. Пусть он дарит вам те самые редкие минуты, которые вы потом сможете вспомнить всю свою жизнь. Алина Савина громко заявила характер папиной дочки. Вынесли в зал в слезах. Пара минут у папы на руках и девочка успокоилась. Отдел ЗАГС города-курорт Анапа от всей души поздравляет вас с наступающим праздником, Днем Матери, который отмечается последнее воскресенье ноября. В этот день все славят женщину. Мама – это первое слово, которое произносит человек. В честь праздника специалисты ЗАГСа регистрировала малышей на месте. Родители расписывались книги, записи актов и получали первый документ – за ребенка. С этим свидетельством о рождении через 14 лет новые граждане России получат паспорт. 22 ноября в Анапе родился еще один мальчик. 3,670 весом. Малыш и мама чувствуют себя нормально. Наталья Пухальска, Артем Зиборов. Анапа. Скоро эти малыши научатся говорить и, скорее всего, первым их словом будет самая главная мама. Что желают своим любимым мамочкам анапчане в преддверии Дня матери в это воскресенье? Давайте узнаем. Она меня родила, она меня вырастила, она мне дает образование, помогает мне когда-то, что-то мне плохо в чем-то. Она поддержка моя и опора. Самая любимая моя маночка. У меня есть брат, сестра, она нас поддерживает двоих все время. Как бы дает нам образование, то же самое, помогает во всем. Если плохо, то поддержит всегда. Мама – это самое лучшее, что есть в нашей жизни. Самый заботливый и лучший человек. Особенно моя мама. Это действительно очень классно, когда ты знаешь, что придешь домой, и она тебя поддержит и скажет важные слова. Скажет «Здравствуй, я тебя люблю, солнышко». Это так классно. Мамочка, спасибо огромное тебе за то, что я есть. Можно просто подойти к маме, сказать, что ты ее любишь, то, что она тебя всегда будет ждать, в нужный момент всегда. И никогда не теряйте родителей. Это главное в этой жизни. Другим темам. Если тысячу раз сказать халва, во рту слаще не станет. Если тысячу раз сказать, но не делать, эффекта отсказанного не будет. Уверены специалисты отдела наркоконтроля. Очередное заседание рабочей группы по профилактике наркомании прошло в Доме культуры Станицы Гостогаевской. Специалисты уверены – говорить мало. Для эффективной профилактики нужны не слова, а конкретные действия. Открывая заседание, заместитель мэра Анапы Сергей Козлов рассказал присутствующим, теперь квартиры наркопритонную будут изыматься у владельцев судом на законных основаниях. Раз ты негодяй, подлец, раз ты торгуешь смертью, то ты должен сидеть в тюрьме, а квартиру твоей должны воспользоваться благородной, нормальной. Заместитель мэра потребовал от глав сельских округов усилить антинаркотическую работу, чтобы она была постоянной и на высоком уровне, а общественность должна информировать власти о местах, где торгуют смертью. Глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр в своем докладе рассказал, что в школах номер 15 и 31 созданы штабы по воспитательной работе с подростками. Из всех протестированных учеников школа номер 15 имеет 34% курящих, 31-я школа – 38%. Чтобы снизить показатели в школах, провели профилактические акции, как уберечь своих детей от вредных привычек «Мой выбор – жизнь без наркотиков». Особое внимание уделяют спортивно-массовой и культурной работе для занятий спортом на территории станицы три спортивных зала. Для ребят действуют крышковые работы в Доме культуры, детской школе искусств, библиотеке, подростково-молодежном клубе «Бригантина». Неоднократно обсуждались вопросы с владельцами магазинов по вопросу реализации сигарет несовершеннолетним. На каждом заседании Совета общественности присутствуют нарушители общественного порядка, так называемые трудные подростки вместе с родителями, наркоманы, алкоголики. На диспансерном учете эпизодически употребляющих наркотические вещества стоит 18 жителей станицы Гостогаевской. Из них в местах лишения свободы находятся три человека, наркозависимых пять. Двое неблагополучных представителей станицы вызвали на заседание. Они пообещали, что начнут нормальную жизнь и будут пить. Вы вернетесь к нормальной жизни. Вы сегодня вот здесь вот перед залом, вот перед этим. Я вернусь к нормальной жизни. Мы будем надеяться. Наркотики отнимают у общества трудоспособных людей. У наркоманов отсутствует интерес к общественной жизни, да и к жизни вообще. Наркозависимые люди идут на любые преступления, чтобы добыть очередную дозу наркотика. И с этим злом продолжают бороться. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. С вредной привычкой и никотиновой зависимостью поборолась молодежная компания. Флэш-моб в поддержку здорового образа жизни прошел на театральной площади. Курить не модно. В тренде красота, здоровье и сила. На призыв городского ученического совета принять участие во флэш-мобе против курения откликнулись старшеклассники школ Анапы. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, активный спорт также. И я думаю, что это действительно очень хорошая идея для того, чтобы привлечь людей, заинтересовать их, для того, чтобы действительно бросить свои плохие привычки и заняться хорошим здоровым делом. Зачем курить? Растрачивать здоровье? Бросай сигарету, делай, как мы. Показали гостям курорта и анапчанам участники организаторы флэш-моба. На театральной площади в этот вечер можно было поменять сигарету на конфету и получить урок от молодежи о вреде курения. Мастер-класс для юных художников и студентов. В детской художественной школе прошла выставка работ преподавателей кафедры десайна и изобразительного искусства Анапского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Шолохова. Декоративная живопись, графика, вязание и ручное ткачество. Светлана Авилова расскажет о выставке подробнее. В детской художественной школе всегда царит атмосфера, которая дает возможность отключиться от суеты и побывать в совершенно в ином мире. Здесь проходят не только выставки работ юных художников. Своё мастерство демонстрируют студенты и преподаватели кафедры дизайна и изобразительного искусства Анапского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Шолохова. Мысли творчески одаренных людей. Именно так можно назвать эту выставку, где работа каждого автора несет в себе особое дыхание жизни. За плодотворное сотрудничество директор Анапского филиала Елена Некрасова поблагодарила администрацию детской художественной школы, вручив благодарственные письма. Чтобы студенты могли создавать собственные шедевры, педагоги стараются максимально одарить их своим творчеством. Вы, я думаю, в течение небольшого времени, охватив взглядом эту выставку, сможете иметь представление достаточно обширное. Каково же художественное творчество? Куда может залететь мыслью творчески одаренный человек? Графика. Хорошая возможность выделиться, заинтересовать, преподнести себя. Станковая графика, ушедшего из жизни члена Союза художников СССР и Казахстана Геннадия Завизионного, свидетельство темперамента и характера автора. Преподаватель Виктория Ковалевская старается привлечь зрителя необыкновенной красотой натюрморта, заставить человека думать и размышлять о красоте окружающих его вещей, привычной взгляду различных предметов. Этюд написан у меня один с натуры, мы были на этюдах, на плату Лаганаки. Ну вот такая вот плоскостная одновременно глубинная живопись мастихина, но еще я представила свою графику. Это краткосрочный учительский рисунок. Я его выполняю за 30-40 минут вместе со своими студентами. Своё авторское видение мира представил заведующий кафедры дизайна и изобразительного искусства Арслан Бектагиров. Его работы «Раненая птица» и «Полёт мыслей» – яркий пример того, что современное искусство многообразно. Оно уникально, эмоционально и удивительно индивидуально. Живопись из Ники светится солнцем и веет теплотой. С тех давних пор, как человечество придумало тканную одежду, приемы ручного ткачества практически не изменились. А более тщательно их поможет освоить доцент кафедры дизайна и изобразительного искусства, кандидат в педагогических наук Ирина Леонова. Я сколько себя помню, мы вот это делали. Мы сами это делали с детства. Поэтому я фактически всю жизнь этим занимаюсь. Ни один эскиз не рождается просто так. Это череда мыслей творческих, поисков творческих. Преподаватель Татьяна Кардашева – архитектор, который любит не только проектировать, но и заниматься рукоделием. Ею связаны вот эти романтичные, по-особому нежные вещи. Еще одна работа, которая представляет художественную ценность – велосипед. Арт-объект Виктория Ковалевская создавала, опираясь вот на эти стихи. В нем воплощена фантазия автора и ее мысли, которые иногда так тянут в прошлое. По словам посетителей выставки, в каждой работе окрыленная душа творца. Творить – значит радоваться жизни. Эту простую истину подтвердил и художник Дамир Кривенко, сказав простые слова. Когда я работаю, я рисую. Когда я рисую, я отдыхаю. Светлова Авилова, Алексей Мухортов, Анна Пареген. Как и обещал мэр Анапы Сергей Сергеев, проведение Дней здоровья в сельских округах будет два раза в год. Весно узкие специалисты-медики уже посетили все сельские округа. С завтрашнего дня Дни здоровья снова идут с села. Новый сезон откроет первый выездной прием медработников в поселке Виноградный. 23 ноября в школе номер 9 с 9 часов утра жители сельского округа могут пройти бесплатное медицинское обследование и получить консультации узких специалистов. И в воскресенье 24 ноября на телеканале «Россия-1» продолжится творческий проект «Битва хоров» с участием хора Краснодарского края. В коллективе творческих кубанцев под руководством Олега Газманова выступает наша землячка, выпускница детской школы искусств номер 2 Алина Доренская. Голосуйте за Алину и за хор Кубани. Отправляйте смс-поддержки в это воскресенье. Начало шоу в воскресенье в 18 часов на канале «Россия-1». На сегодня это все новости. Мы поздравляем еще раз всех мам с праздником. И в завершении выпуска прогноз погоды на выходные. В субботу 23 ноября в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 10-14, ночью до плюс 9 градусов по Цельсию. Ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 756 мм ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 10 градусов тепла. В воскресенье 24 ноября в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы 13-15, ночью до 10 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 758 мм ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 10 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели». Производственное предприятие «Меркурий-2» и салон-магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok